И если вы меня спросите, что такое идеал женской красоты, я буду в затруднении с ответом. Потому что у каждого из нас, и у меня в том числе, свои критерии, свое восприятие как визуальное, так и эстетическое. Я уже не говорю об этнических, культурных и национальных типажах этого феерического многообразия. Моя задача показать эту индивидуальную красоту. Нравится это кому-то или нет. Мне важно, чтобы она нравилась себе. И поверьте, мнение общественности не является главным критерием в женской самооценке. Честно говоря, я не удивлен, что в закромах моей модели нашелся бальзам для губ от Kiko. Бодрит и увлажняет. Сыворотка от Promecap Lab всегда хорошо. Особенно, когда хочется стойкости в макияже. Здесь главное равномерно нанести и успеть поймать момент, когда она уже подсохла, но еще слегка влажная. И начинать работу с тональника. И сегодня из своих закромов модель извлекла тон от Chanel. Довольно таки интересный. Настолько легкий, что я и не сразу понял, о чем речь. Но в процессе нанесения был приятно удивлен. Его кроющая сила, как бы это сказать, не то чтобы отсутствует, но лицо чудесным образом стало осветленным, как бы сияет изнутри. Конечно, не обошлось и без наложения рук. И тон постепенно превратился в легкую пудру. Уверен, такой тон могут тебе позволить обладательницы почти идеальной кожи. А вот хороший корректор практически любая из вас. Я использую два оттенка. Светло-бежевый от Artvisage и персиковый от Armani. Сначала использовал цвет, чтобы скорректировать синячки. И добавил немного светлый оттенок, чтобы подобрать нужный тон для идеальной проработки кожи под глазами. Затем, не впадая в живописную выкрутаться, используя в основном один оттенок корректора, я высветляю кожу вокруг губ. Наношу кистью и делаю растушевку подушечкой пальца. И повторяю тот же маневр, выравнивая кожу вокруг носа. Думаю, вы уже понимаете мою мысль. Правильно, высветляю мой любимый треугольник красоты. И делаю это очень деликатно, легко и главное, это должно выглядеть естественно и не перегружено. Понятно, что особых маневров, тем более яркие губ, я делать не собираюсь. Здесь и так все хорошо. Развернуться есть где. Но не буду искушать бога губокрасов и слегка прорисую четкую форму этого великолепия. Так, контрольно. Обозначу границы. Что и делаю, используя карандаши для губ в двух оттенках от провока. Светлым выполняю прорисовку контура, не то чтобы увеличиваю, скорее стараюсь держаться на границе дубайского синдрома. И более темным оттенком карандаша заполняю внутреннюю поверхность губ. И похоже сделаю еще один маневр этими карандашами. А точнее румяна. Вы же знаете, я за мультифункциональность. И эти оттенки вполне подходят и по кремовой консистенции и по цвету. Наношу сначала светлый карандаш. Обратите внимание, боковой широкой части грифеля на яблочках модели. И создаю эффект натурального румянца. И уже более темным оттенком карандаша, как бы затемняю верхнюю часть скулы. Смешиваю оба цвета растушевкой для идеальной иллюзии бокала шампанского. Если вы заметили, растушевку я сделал по кругу, специально не подчеркивая скулы. Природа уже потрудилась. Спасибо ей. Смешиваю уже полюбившийся мне тандем пудр от Шанель и Эвагарден. Одна матовая и вторая, не то чтобы холайтер, но сияние явно присутствует. И равномерными движениями четко фиксируя нанесенную косметику, очень аккуратно вальсируя кистью по лицу. И важный для меня момент. Делаю это практически в одно касание, создавая эффект здорового и бархатного сияния кожи. Великолепный бальзам масла от Estrada прекрасно смягчит губы после маневров с пудрой. Использую. В моих руках опять Шанелита. Я не большой любитель полукремовых текстур для прорисовки бровей, но в данном случае решил рискнуть. Уверен, каждая из вас использует свои проверенные способы бровоблудия. И это вполне нормально. Так что делаю проработку объема и затем рисую индивидуальные волоски, подчеркивая изысканную и выразительную форму. И конечно, как и всегда, фиксирую гелем от Clarence. Мои маневры с текстурами зачастую просто эксперименты. Не то чтобы я тестирую на моделях, скорее нет, но иногда хочется использовать неожиданные формулы. Смешу стойкую сыворотку от Promecap Lab. Помните, да? Использовал как базу. Добавляю немного рассыпчатого пигмента со следой от Мак и стойкие кремовые тени от Clarence. Соединяю этот букет текстур на моей почти мини лаборатории на ладони и очень легко наношу на все подвижное веко. И здесь важно уловить пропорции этого замеса текстур и успеть равномерно нанести, так как полученная формула высыхает практически моментально и скорость, а главное точность нанесения очень важны. Вы знаете мою любовь к использованию бюджетного люкса. Или скажу так, люксотерапия вещь конечно приятная, но есть продукты, которые вполне могут занять достойное место на дорогих полках, в будуарах и любительниц красивой жизни. И палетка для скульптирования от эстрада как раз такой пример. Выполняю мою классическую дымку и использую большую кисть затемняю линию волос, прорабатываю под склой и стараюсь, скажу так, не спугнуть обол лица излишним скульптированием. Согласитесь, он великолепен. Каял моя стихия, рисую его и даже не задумываясь, а черный карандаш всегда найдется. Вы не поверите, но было такое желание побегути с ресницами, но последствия ламинирования не позволили. Пропускаю этот маневр и тушью от MaxFactor очень густро прокрашиваю верхние ресницы, делая это медленно и очень аккуратно. От корней кончиком ресниц. И обязательно уделяю внимание нижним ресницам. Уверен, многим из вас знакома моя техника полировки. Особой примудрости здесь нет, хотя легкая рука исследования гравитации основные моменты этого фокуса. И в итоге легкий глянец здорового бархатного сияния кожи и зафиксированного макияж. Похоже мне остается лишь нанести блеск для губ от MaxFactor в оттенке теплый нут. И я понимаю, что настал тот самый момент, когда нужно вовремя остановиться. Вынимаю клипсы и мои маневры завершены. При выполнении любого макияжа, прежде всего вы слушаете свое чувство меры, стиля и женскую интуицию. Это ваша красивая жизнь и ваш выбор. Главное, правильно адаптировать желаемые тенденции косметику, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Удачи и красивых вам макияжей!